А сейчас будет много цифр, но не переживайте, попытаюсь объяснить вам все на пальцах. Мы будем сравнивать количество избирательных участков с числом граждан Молдовы, проживающих за рубежом. Ну вот у меня на большом таком графическом панно есть цифры. Итак, всего за рубежом было открыто 100 избирательных участков. Из них 25 в Италии, 11 в Румынии, 8 в России, 7 в США и 6 во Франции. Но я попрошу помочь мне и следующий слайд показать, на котором понятно, сколько же граждан Республики Молдова проживают сейчас за границей. Это 805 509 человек. И вот теперь сравним количество избирательных участков и число наших сограждан. Итак, в России на 477 949 человек приходится всего 8 избирательных участков. В Италии на 142 266 человек 25 и в США на 47 754 7. Если провести совершенно простое деление и разделить общее число граждан на количество участков, то получится, что в России на один участок приходится 59 743 человека, в Италии 5690 и в США 6822. Я нашла еще одну очень интересную цифру, такой сравнительный анализ, как могло бы быть, если бы действительно на каждый избирательный участок приходилось по 3000 человек за рубежом. Итак, в России вы можете сразу же видеть, сколько на самом деле участков и сколько было бы. Сейчас 8 участков было бы 159, в Италии 25 было бы 47, в США 7 было бы 16. Ну, я думаю, что теперь можно еще поговорить о равенстве шансов, возможностей, о равных правах. Ну, и мы будем об этом говорить дальше. И я не знаю, какой из знаков припинания поставил либеральный депутат Ион Чеба на своей странице в социальной сети. Там он написал, что если бы депутаты в 2010 году не применили данные поправки, в которых говорится, что должно быть 3000 бюллетеней на каждый избирательный участок за рубежом, то проголосовало бы гораздо меньшее количество, меньшее число представителей диаспоры. Если хотите ознакомиться и с теми таблицами, которые я привела, и с теми данными, которые написал Ион Чеба, ну, заходите на нашу страницу в социальной сети. Ну, а мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok